Всем привет, друзья! Сегодня по многочисленным просьбам моих зрителей, моих друзей, моих подписчиков, я хочу вам показать мастер-класс, как я делаю вот такие вот рамы из ракушек на зеркала и на часы. Давайте посмотрим, те, кто интересуется, с удовольствием покажу вам все свои секреты. Смотрите, как я делаю основу, на которую потом клею ракушки. Вот я мелко-мелко, вот так вот, видите, просто рву бумагу, туалетную бумагу обычную. Я ее рву очень меленько, буквально просто, чтобы такие вот перышки получались. Чем мельче, тем лучше, удобнее, дальше будет вам ее растворять. Вот так вот вы нарвете столько, сколько вам нужно. Дальше я ее перекладываю вот сюда, чтобы мне тут не размазывать особенно, по этой большой емкости. так, дальше я беру, вот у меня вот такой ПВА. Это для строительных работ специально, он дешевле. Ну, в принципе, можете использовать любой ПВА, который вам нравится. Вот такой, но, в принципе, то же самое. Вот я наливаю этот клей ПВА сюда, вот так вот, щедро. И теперь самое главное, мы начинаем его размешивать. Именно для чего очень мелко мы это все с вами нарезали, потому что нужно, чтобы эта бумага растворилась полностью в клее ПВА. Вы знаете, я пробовала раньше, я ее смачивала водой, чтобы она быстрее пропиталась, быстрее растворилась, но получилось не очень то, что мне было нужно и то, что мне хотелось. Поэтому вот это как бы уже такой проверенный вариант, потому что вы знаете, что я давно уже занимаюсь своими поделками, ракушками. Поэтому вот, в общем, вы должны ее размешать полностью, чтобы не было никаких кусочков, чтобы она прям была вот такой однородной массой. Я беру вот такой гипс, здесь он называется пластер. И я прям вот так вот несколько, как муку, в кесто я добавляю, наверное, пару ложечек сейчас нам хватит. И дальше я продолжаю это все смешивать. Вот такая у меня огромная бадья этой акриловой краски. И я ее прям не жалея добавляю. И опять я это все перемешиваю. Так, ну и вот смотрите, как я готовлю основу для того, чтобы начинать делать свои ракушки. Вот я уже склеила здесь два листа фанерных. Наверное, вы понимаете. Вот я беру, вырезаю из фанеры, склеиваю, держу ночь под гнетом. Если тонко, то склеиваю еще. Но вообще, если учесть то, что я сюда еще потом буду гипс накладывать, то вполне себе нормально. Зеркало не очень большое. Поэтому вот у меня сейчас вот такая толщина. Видите? Вот. Я обычным клеем ПВА, опять же, вот этим, я приклеиваю зеркало. Вот я запаслась такими зеркалами. Видите, да? Это я купила у нас в Оазисе. Видите, что это? Это подставочки такие. Вот это легко отрезается резиночка. Зеркало очень хорошее. И вы его на клей ПВА, опять же, обрезав эти ножки, наклеиваете на картонку, кладете под гнет на ночь. Я думаю, что на ночь достаточно. И вот сейчас я продолжаю. То есть я разметила этот круг, чтобы приклеить ровно по центру зеркала. Дальше мы должны обязательно, конечно же, сделать такую петлю для того, чтобы вешать на стену это зеркало. Надо не забыть, потому что потом будет сложно. Вот я беру вот такой вот шнур. Можно взять любое, что вам нравится. Я вывожу сюда, на эту сторону, на лицевую, потому что потом это будет все у нас еще закрыто ракушками, и у нас это будет все незаметно. Вот так. Я завязала здесь два узелка, продела эту нитку, этот шнур кордовый. Мы подготовили. Иногда, вот вы видите, я по краю тоже приклеивала что-то. Какую-то большую веревку или тесенку, то, что вам нравится. Вот я показываю на примере уже готового зеркала. То есть здесь, с этой стороны, конечно же, вообще не видно края. Даже если вы прислоняете к стенке края, тоже не будет видно, ракушечки загибаются. Но я все-таки здесь, сейчас вам постараюсь показать, если вам будет видно. Ответьте. Я все-таки здесь приклеила такую по краю, такую нитку, плетеную. Ну, по-моему, она, в общем-то, и не нужна особенно. Ну, и потом, конечно же, задняя сторона, вы ее либо закрашиваете краской, либо вот как я заклеила, очень плотной цветной бумагой. Это уже зеркало, которое готовое, которое мне очень нравится. Здесь, кстати, меньше намного. Вот этот круг, видите, меньше, чем этот. Этот у меня 25 сантиметров. Вот он такой большой. А этот всего 20 сантиметров в диаметре. Я нашла вот больше. Очень сложно найти, кстати, эти зеркала. Я смогла найти, вот за 3 фунта я покупаю каждое зеркало. Так, ну и теперь у меня все ракушки уже готовы. Вот видите, я эти ракушки все собираю долгое-долгое время при своих прогулках по набережной. Я собираю те ракушки, которые мне нравятся. Я их потом обязательно оставляю тоже на ночь в растворе хлорки. вот, чтобы они немножко побелели, чтобы они, чтобы всю грязь с них убрать. Вот. И потом сушу, и ракушки у меня готовы к использованию. Я держу, видите, разные виды ракушек в разных емкостях. Ну, в общем, все это понятно. Все это такой процесс уже. Я закрыла зеркало, чтобы не смущать вас и себя, потому что там все время мое лицо кверх ногами будет вас отвлекать. Ну, и вот эти, это самые распространенные ракушки. Из них можно делать все, что желаете. И теперь вот этот раствор, который мы приготовили, видите, я теперь его начинаю, наверное, даже начну вот отсюда. Вот. Я начинаю просто его накладывать вот так. Для того, чтобы окончательно затвердела вся эта масса, нужно как минимум двое суток это продержать ну, на солнышке. Где-то двое суток, иногда, если толстая это основа, то и трое суток я держу, бывает. Вот. И вот потом когда все это уже схватилось и склеилось, вы знаете, была у меня такая однажды история, что я не то... В общем, я зеркало приклеила и все уже у меня застыло. А потом я поняла, что зеркало там слишком маленькое. Я это зеркало стала оттуда отбирать. Я не смогла. Просто с молотком я расколачивала. Вот это моя огромная рама. И вы знаете, я так долго там к ней приноравливалась. Тоже все вот раскладывала, смотрела, как получится. И зеркала, к сожалению, у меня сразу большого не было. Я вот маленькое такое туда приспособила. А надо было, конечно, просто даже вот такое огромное, вот просто, знаете, вот видите, как у меня там пустое пространство. Вот надо было все, чтобы было там зеркальное. тогда оно смотрелось бы шикарно. Но вы знаете, я вам покажу в конце этого видео, что у меня все-таки получилось в конце концов. А сейчас мы вернемся к нашим поделкам опять. Теперь мы начинаем наши красивые ракушки сюда укладывать так, как нам нравится. Но я вот сразу вот так хочу положить эту красивую ракушку, потому что во-первых она мне закроет узелок, вы видите, да? А во-вторых очень красиво. Эти гребешки, они смотрятся великолепно. Но, к сожалению, вы знаете, они бывают разных, конечно, цветов, но вот я уже самые красивые розовые использовала. Теперь у меня остались только такие, но ничего страшного. Я их буду сюда клеить. так. И я хочу поклеить вот эти вот ракушечки. Их можно клеить вместе. Вот так соединяю. Только нужно найти пару, чтобы они нормально соединились. Вот так. Можно вот так клеить, можно клеить по отдельности, в общем, можно клеить по-всякому. Я, например, хочу поклеить сейчас вот таким цветочком. Сейчас вам покажу. Красивенькую жемчужинку. Жемчужинку кладу. Вот у меня были крупные жемчужины. Жемчужинку я беру вот из старых бус. вот и у меня тут достаточно много всякого вот такого. Я все это тоже использую. г жемчужинку. Ну вот, смотрите, я уже тут частично сделала все, вот так, и мажем дальше опять. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А еще у меня есть вот такие вот ракушки королевские, посмотрите, видите, какая красавица. Очень красивые ракушки, и я их обычно очень аккуратно добавляю мало где и редко где, но здесь, наверное, я добавлю. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и вот, друзья, то, что получилось у меня окончательно, уже лежит на сушке. Еще нужно двое суток посушить, приклеить рант по краю и покрасить сзади в белую краску, чтобы было уже все закончено и красиво. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok